привет любителям игры асфальт 9 после некоторого перерыва к нам в игру возвращается режим один на один и это его уже третий запуск в целом в игре первый раз такой турнир запускался насколько я помню в конце двадцатого года и главными наградами там были чертежи на несколько таких интересных автомобилей но тогда присутствовал один очень серьезный минус это то что тогда нам давали катать один на один два круга а гонять дуэли два круга я считаю но это максимально скучно и унылое занятие но вот во втором запуске который пришелся на весну 21 года уже этот косяк у авто исправили и два круга заменили на один из тех пор уже более-менее данный режим уже можно было назвать играбельным и не таким скучным но в наградах было представлено только одно авто максимально убогая это был этол дизайн да винчи из d-класса начальная тачка этого класса которую лично я смог открыть на все звезды и даже с большим запасом получить и чертежей и эпиков на этот автомобиль короче говоря он у меня уже может быть прокачен золото но я его просто не повышаю хочу чтобы у меня узнать такой воскресательный знак стоял рядом с количеством автомобилей вот когда например жетоны сливаю на какую-то тачку чтобы заранее вы не видели повышаю ли я автомобиль на следующую звезду или просто там открывая его ну и в общем-то все игроки которые более менее активно тогда катали турнир один на один они имели хорошие шансы забрать этого лизайн да винчи на все звезды ну и вот теперь третье пришествие ну и давайте посмотрим будут ли какие-то изменения по наградам по тем автомобилям которые были там представлены по тем трассам на которых мы катали потому что это все было ограничено несколько автомобилей представлено несколько трасс ну что заходим и смотрим ну в целом тут все выглядит точно так же как и было можно посмотреть награды и так смотрим награды и сразу же мы видим первое изменение это именно по тем чертежам которые мы получаем конечно же если запустили еще раз да винчи я бы был бы очень удивлен в очень таком негативном смысле но тут слава богу все нормально есть довольно таки хорошие чертежи вот тут на ригеру на vision 1789 на brave mbt62 на араж ай-8 и на нагаре 500 но тут практически все новые тачки но только чертежи на ригеру вот представлены из старых автомобилей но вообще мы сейчас смотрим награды которые даются за максимальное прохождение данного режима то есть за выигрыш 12 гонок но на самом деле они увеличивают по мере того сколько побед вы завоюете вот если например вы только один раз победили и больше продвинуться не смогли то вы тут даже чертежей не получать лет написано чертежи но тут только представлены ответе детали кузова на ламборгини huracan тут совсем скромные кредиты есть простые импортные детали ну и далее вот только с двух побед появляются чертежи у нас на боу можно один чертеж забрать с трех побед можно два чертежа на боу забрать и вот с четырех побед уже появляться эпические чертежи вот один можно получить на брейбом но тут также появляются фиолетовые импортные детали далее это пятая шестая победа потихонечку это все растет вот тут мы видим 6 победа уже только чертежи могут выпадать детали кузова не падают но тут только опять же кредиты и обычные импортные детали а вот седьмой победы уже у нас наградах появляются чертежи на кёниг секрегера ну а также появляются жетоны жетоны я считаю это ну вторая наверное по важности награда данного турнира так что тут можно забирать еще и жетонщики вот если вы 7 раз выиграете то можете собрать жетоны ну тут также обычные импортные детали только розовые ну и восьмая девятая победа это также потихонечку увеличивается количество жетонов увеличивается а вот с десятой победы с десятой победы появляются не только чертежи и жетоны но уже и эпики на те автомобили которые были там представлены то есть надо 10 побед завоевать чтобы был шанс это не гарант это только шанс на то что может выпасть эпик на один из представленных автомобилей ну конечно в основном падают вот эти вот импортные детали так что вот так вот но максимальная награда вот по чертежам уже смотрели вот 6 или 5 чертежей на вот эти вот тачки по кредитам от 100 до 500 тысяч кредитов может выпасть ну или от 50 до 250 жетонов ну и по эпиком тоже тут за 12 побед также максимум один эпик может выпадать так что вот такие награды как вы можете видеть вы можете сразу пропустить несколько гонок за жетоны но я если впервые например сталкиваюсь турниром один на один никому не рекомендую вот так такие жетоны чтобы пропускать эти гонки начинайте сразу с первого этапа в любом случае тут бесплатный вход и давайте посмотрим по автомобилям так ну вот по автомобилям ну пока что я не вижу изменений то есть было представлено шесть автомобилей насколько я помню и вот эти тачки здесь тоже присутствовали но вот эти вот две тачки которые мне сейчас предлагают блин это две худшие тачки данного режима один-на-один и вот мне наверное будет тяжко но если вас например эти тачки не устраивают вы можете поменять эти автомобили вот за 150 жетонов вы могут выпасть более хорошие тачки если ничего не поменялось то там еще есть apollo n lamborghini aventador sv и две лучшие тачки этого режима это ferrari la ferrari и maclaren p1 вот тут также написаны локации турнира и насколько я вижу нету тоже никаких изменений все те же четыре локации представлены так ну что надо выбирать автомобиль я наверно не буду тратить жетоны и из двух этих тачил лучше я считаю это mercedes benz maclaren именно на нем я сейчас и поеду но вот выиграть на этой тачке 12 этапов это не такая уж простая задача и давайте посмотрим насколько я смогу здесь продвинуться на мерседесе ну первые шесть заездов прошли в принципе без каких-либо проблем поэтому я решил вам их не показывать вот только на второй гонке тачка решила сотворить просто какую-то вот такую вот дичь но слава богу я не разбился и тачка стала на все четыре колеса но вот вторую половину турнира я уже покажу полностью вот сколько пройду столько и пройду и тут начинается самое интересное и давайте посмотрим кто попадется в этой гонке а так ну и тут мы видим maclaren p1 сразу седьмого заезда попадается и шанхай пу дун но кстати говоря на вот этой трассе можно сразу со старта определять и тач драйвер твой соперник или нет потому что если он сейчас немножко вправо поедет вот видите вот вправо немножко отстранился это значит что чувак катает на тач драйвере и поэтому конечно шансов у меня будет больше нежели если бы этот игрок был ручником но знаете шанхае и пудун вот эта трасса мне не особо как раз и нравится в том смысле что она относительно прямая и даже тач драйверы здесь в принципе могут навязывать борьбу если у них именно автомобили лучше чем у меня вот например сейчас у меня мэрса у него maclaren p1 но тем не менее я смог здесь вырваться ну и уже имея в принципе неплохой запас но еще что сказать вот по поводу того какие были минусы в первом запуске турнира 1 на 1 это то что тогда он был не призрачным то есть были толкание пикание нокдауны и это мне тоже не нравилось а вот во втором запуске и сейчас тоже вот я покатал и сразу обратил внимание на то что этот режим нас тоже как во втором запуске призрачный это очень хорошо что можно спокойно ехать и особо не обращать внимание на своего соперника так ну что ж седьмая победа у меня есть ну и можно продвигаться дальше по турниру здесь мы не задерживаемся и переходим в восьмую гонку и смотрим мы какая трасса и какой соперник попадется в этот раз так ну пока что ищет не оппонента кого-то нашло о блин вот теперь следом за п1 попытается а феррари во феррари ну это еще не приговор потому что не ну и что что во феррари может быть игрок какой-то полный нуб у меня в первых шести заездах тоже макварен p1 попадались во феррари но тем не менее я спокойно их обыгрывал но чувак сразу со старта выжимает нитро и вот можно увидеть насколько же я вот просто проигрываю по ускорению по сравнению с тоже во феррари ну и с маквареном p1 такая же история блин вот именно когда записываю гонки то вот иногда случаются вот такие вот фрезы это конечно не очень приятно но без записи такого не бывает когда записываю изредка подфризить так вот тут вот кручу бочку что-то это мне даже не особо помогает вот во феррари все равно вырвался вперед даже несмотря на то что на старте поехал неправильно вот именно так как я поехал это правильный маршрут а на право это более длинный путь так ну тут еще поборемся поборемся вот первая более-менее такая серьезная гонка у меня в этом турнире только на восьмом заезде попадается так вот я буду нитро брейкать в общем все трюки из книги буду использовать чтобы говорится попытаться его обогнать и вот тут финишная прямая очень важный момент то как он сейчас будет ехать на финиш потому что тут нельзя дрифтить ни в коем случае а вот он дрифтит и у меня есть возможность его обогнать вот видите как я заехал на идеальном нитро просто всю эту прямую заезжаю и благодаря чисто именно этому я здесь смог победить только потому что я правильно проехал финишный отрезок никогда там не дрифтите потому что скорость на любом автомобиле будет просаживаться ну просто в ухнарь там надо до вот этой вот финишной прямой запасаться немножечко нитро хотя бы пол бака иметь и вот там подбираем желтую банку и сразу врубаем идеальные нитро и стараемся подобрать еще одну банку который там уже прям перед самым финишем находится вот видите вот надо еще уметь правильно ехать несмотря на то что у чувака была более мощная машинка но тем не менее правильное прохождение трассы мне помогло так в девятой гонке ох ты тут какой-то алкоголик попадается из шоу тайма и вот кстати впервые вообще за все эти заезды мне выпадает сан-франциско вот могу сказать что именно сан-франциско является моей любимой трассы из тех которые здесь представлены ну покажу как я здесь еду развороты на первой подпрыжки не кручу вот тоже без дрифта подбираю синюю баночку тут немножко оттормаживаясь тоже без дрифта захожу вот в этот небольшой поворот и едем ну тут по стандартному пути налево тут перед тем перед тем их приземлиться я вот например для лучшего ускорения нитроволну такую на долю секунды использую ну вот у меня уже есть какой-никакой отрыв принципе я думаю спокойно смогу доехать до финиша если меня тут физика не подведет вот тут может быть опасный момент что там или лишние развороты могут прокрутиться или тому подобная дичь надо тут контролировать тачку ну а тут еще можно а стоп 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 вспоминаем момент вот я даже немножко подзабыл то что на этой трассе вот сан-франциско нету вот там вот прямого трамплина на который можно было бы подлететь и сделать такой каскадный несколько прыжков каскадных но трамплина нет это на то это тоже надо обращать внимание вот там вот приходится прямо спрыгивать и без каскада залетать на финишный трамплин ну что ж 9 побед уже имею и начинается самое интересное потому что именно с 10 гонки уже начинают подбирать самых топовых соперников которые не только могут именно по качеству автомобиля навязать борьбу но и по качеству своего вождения поэтому давайте посмотрим что у нас никто у нас попадется в заезде номер десять так о и сразу мы видим чувака с такого же ну можно сказать даже именитого клуба в девятом асфальте потому что этот клуб не такой шнупский есть там хорошие игроки но посмотрим чего это за чувак вот у нас тоже у него тоже mercedes так ну чтож опять смотрим тач драйвер или нет вот этот уже ручник он вправо не ушел поэтому будем с ним бодаться сейчас вот максимально быстро я стараюсь крутить развороты туда же нитро брейки после приземления не делая но что-то мне это не особо помогает может у этого чувака mercedes я не обратил внимание на ранг может у него ранг другой характеристики несколько по-другому сбалансированы нежели у меня потому что тут бывает что один автомобиль но характеристики немножко разные так ну вот небольшой он на трип имеет а блин вот это вот вот это вот наверное мой роковой косяк в этой гонке за что я как-то коряло подобрал этот трамплин и очень медленная и высокая бочка получилась что-то попахивает моим первым поражением в этом турнире что ж буду стараться хоть немножко наверстывать отрыв но уже блин уже финиш практически уже на горизонте вот он уже финиш остался последний поворот вот немножечко все таки я сократил отрыв но тем не менее вот видите один раз просто неправильно взял бочку и все это для меня приговор в гонке и вот первое мое поражение в этом турнире но я имею право на на три поражения то есть если я даже еще раз проиграют но я все равно смогу продолжить борьбу в этом турнире что у меня есть еще право на ошибку и кстати вот такое бывает в этом турнире что вот ты проехал гонку и в следующем за эти тебе попадается точно такой же соперник как и в прошлой катке но вот в этот раз я бы не хотел на него же попадать так но до другой чувак выпадает макварен p1 снова шанхай много шанхая вот в этом моем запуске турнира 11 что-то его вообще не видно на старте вот тоже походу тачер что ли ну даже по тачерскому пути все равно вот ускорение намного лучшего макварна p1 и вообще вот все вот эти вот шесть автомобилей которые здесь присутствуют я знаете для себя распределил на три такие пары это две худшие тачки две средние тачки и две лучшие тачки вот кучим тачкам как раз относится вот этот вот mercedes и porsche carrera gt средним автомобилям я отношу apollo n и lamborghini aventador sv и к лучшим автомобилям уже относится макварн p1 который на втором месте в этом таком импровизированном лидер борде и на первом месте лучший автомобиль для этого турнира это ferrari la ferrari поэтому если у вас есть какой-то выбор и присутствует la ferrari то надо брать чисто его вот la ferrari единственное что вот в осаке может немножечко сливать там есть такие моменты потому что вот по скорости просаживается сильно la ferrari но если брать в целом все характеристики то это ну безоговорочно лучший автомобиль так ну что ж тут я смог победить принципе без особых проблем и можно двигаться дальше вот я считаю что если на вот этих худших автомобилях которых я сказал хотя бы 10 побед одерживать что это уже ну неплохо я считаю это музыка такой принципе неплохой результат план минимум ну а теперь будем стараться перевыполнить этот план остается еще выиграть две гонки чтобы забрать максимальную награду и так одиннадцатый заезд снова у меня макварн p1 соперниках гималай в этот раз ну не знаю что это за игрок что это за клуб вообще первый раз вижу но ответе несмотря на то что вофты заявляют что как бы вы боретесь на автомобилях с одинаковым рангом но ранг это не решающий фактор то есть тут тачки едут в целом по-разному кстати такое бывает что например идет долгая загрузка перед гонкой и просто соперник отключается на старте и вы получаете автоматическую победу так блин опять у меня тут подфризило но вот не столько сам факт фриза напрягает то что я проигрываю вот эту вот разницу доли секунды сколько игра 2 под фризом то вот эти пару десятых секунды я сразу проигрываю так ну чувак в этот раз едет правильно так вот даже хорошие две бочки прокрутили здесь вот это идеальное исполнение данного трамплина когда прокручивается две быстрые бочки ну что же вот помним как я в прошлый раз еще на этой трассе а вот финишный отрезок него все решил и что же получится в этот раз но опять же если чувак будет ехать неправильно там в конце будет дрифтить но отрыв отрыв от видите он большой все-таки даже этот факт что есть его неправильно будет финишировать может меня не спасти да я тут и по максималке проигрываю конечно не ну тут уже тут уже я не знаю что может меня спасти он вообще на трамплин поехал мнение не получилось все таки его догнать до mercedes все таки это ни о чем ни о чем для этого турнира мое второе поражение в этот раз на 11 гонки и теперь у меня нет права на ошибку или я выигрываю или я проигрываю и завершаю свое участие в этом турнире ну что же моя попытка номер два проехать 11 гонку смотрим может тут же сам попадется опять о еще лучше далее на этот раз вообще феррари во феррари и так попадается осака ну посмотрим насколько этот игрок может ехать вот тут вот этот блин момент не вечно не нравится это какой-то или рассинхрон или что-то чуваки сбивают вот эту вот припаркованную тачку на старте и вот видео тоже можно в нее встрять вот как я это сделаю уже какие-то доли секунды на этом я потерял ох ты и нифига себе три бочки даже прокрутилась но это знать прям вот совсем уникальный момент вот чтобы три бочки прокрутить на этом трамплине даже на прокачанных каких-то хороших автомобилях топовых там с класса это очень редко происходит даже единичные какие-то случаи знаете вот как я уже говорил вот именно по управлению я здесь буду сейчас вот на именно вот этих поворотах выигрывать по сравнению с феррари там будут жесткие просадки по скорости видите какой мне сразу вырисовывается отрыв по сравнению с этим чуваком уже даже так неплохо так стоп что это за подпрыжки какие-то были козла какого-то решил исполнить mercedes тут уже надо эх ты хотел сказать просто спокойно доехать но бочку блин я не заказывал на прямом трамплине дайте спокойно финишировать эту карту фух есть победа в 11 гонке ну не так все просто было но машинка хорошо с одной стороны себя проявил то что прокрутила бочки там где надо но и подпрыгнула не там где не надо и хотела проклить бочку там не надо ну что же решающий момент этого видоса и этого захода в турнире один на один план или пропал или я выигрываю и получаю лучшую награду или я проигрываю но тем не менее получает тоже я считаю что за 11 побед в принципе могут и неплохие жетоны дать уже на данный момент я считаю что на mercedes я неплохо проехал у так это будет посмотрите вдвойне интереснее потому что судьба дает мне шанс реабилитироваться и взять реванш у этого чувака которому я слил шанхая так но на этот раз сан-франциско который мне больше нравится так 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 это уже интересно ну давайте посмотрим кстати говоря пока еще только гонка начинается один такой лайфхак хочу сказать может быть кто не знает если например ваш соперник в режиме один на один отключается посреди гонки то вы можете ее принципе не финишировать до конца не ехать а сразу же после вашего соперника выходить и несмотря на это победа вам зачтется так что чтобы вы просто время впустую не тратили так ну этот тип что-то какой-то суровый реально вот даже сан-франциско он вырывается вперед так ну вот тут вот видите разная у нас стратегия я раньше нитроволну включил он позже блин вот так ну что то вот на этом отрезке он как-то хуже меня проехал вот смотрите я уже впереди так трамплин не забываем что трамплина здесь нет вот давай 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 вот последний трамплин у меня с неплохой отрыв финишный поворот налево и есть есть отлично все-таки удалось взять реванш у этого человека прям такие эпичные получился я считаю финиш этого видоса и реван взял и выигрывая все 12 гонок на мерседесе между прочим и смогу забрать здесь лучшую награду этого турнира ну что же давайте посмотрим что метод выборе какие чертежи ну еще я конечно надеюсь на жетоны ага на vision выпали 5 чертежей неплохо но вот позже то на меня про динамили дали только 200 тысяч кредитов но хотя бы полезные чертежи не здесь выпали ну и вот по правилам данного турнира если вы выигрываете 12 побед то вам нужно полтора дня ждать чтобы повторить свою попытку если вы выиграли меньше гонок тот там на три часа вроде бы время уменьшается 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 и следующую попытку вы можете катать раньше но как мы видим можно и пропустить данное время за жетоны опять же чем дольше времени остается тем больше жетонов надо потратить на 1200 жетонов я конечно тратить на этот момент не буду ну что народ первый заход в этом турнире у меня получился весьма успешным но вы пишите в комментариях как вы катаете турнир один на один и у вас успехи ну и спасибо всем кто смотрел это видео до конца надеюсь оно понравилось подписывайтесь если еще не подписаны также можете поддержать мой канал по ссылочке в описании всем буду благодарен удачи вам на трассах асфальта всем пока а у и и и и и